Дневной разворот Принятие современной конституции Современного российского государства В 1993 году это было 12 числа До сих пор специалисты сходятся Во мнении, что конституция наша Неплоха И если сравнивать ее с основными законами других стран То она одна из самых демократичных Одна из самых демократичных конституций в мире Но мне иногда кажется Конституция у нас создана для того, чтобы ее нарушать Генпрокуратура Ежегодно отчитывается О количестве выявленных нарушений Прав и свободных граждан Российской Федерации Это миллионы Это миллионы ежегодно И наверняка Их бы могло быть еще и больше У нас в конституции уникальный статус Если на самом деле это главный закон в любой стране Конституции Он является законом прямого действия То у нас в основном действует подзаконный акт Который зачастую Низводит все до уровня Кого-то шума И в итоге Я насколько помню свой опыт В судах ссылаться на нормы конституции Просто бессмысленно Бессмысленно? Абсолютно На тебя даже смотрят Как на какого-то не совсем здорового человека А как же вот этот аргумент 51 статья Могу не свидетельствовать против себя Своих родных 51 статья она действует Ты можешь не свидетельствовать Но это только Ты таким образом зарабатываешь Себе так сказать Негативную историю Утяжеляешь Утяжеляешь Ситуацию Утяжеляешь ситуацию Размещен опрос Насчет конституционных прав Чтобы вы могли ответить Что нарушаются ли ваши права Нарушаются Не нарушаются Или просто вы об этом не думаете То есть вы можете отвечать И на странице нашей На нашем сайте И на нашей странице ВКонтакте Это опрос размещен Да Единодушие тут в голосовании Прям На сайте Кирова.ру Нарушались Голосует большинство 75% И 71% На странице ВКонтакте Нарушались Ну что собственно соответствует Отчетам Генеральной прокуратуры Так а прямо сейчас Представляем нашего гостя И другая тема Совершенно наш коллега Главный редактор Газеты бизнес новостей В Кирове Александр Грислес Добрый день Александр добрый день Добрый день Мы сегодня По традиции В декабре Каждый год Мы ходим в баню У нас есть такая традиция Мы не в баню Ну конец года На самом деле Новогоднее настроение И соответственно Появляются такие вещи Как традиционные совершенно Которые каждый год происходят Я говорю о рейтинге Люди года От газеты бизнес новости Это одна из фишек Бизнес новостей Мне кажется Все таки Как ни верти Это самый такой традиционный Классический Из всех Которые рейтинги Не хочу никого обидеть Но мне кажется Это самый такой Центральный Которого ждут И вот сейчас Споминали сколько уже Выходит уже в восьмой раз Восьмой уже раз Долгожитель Среди рейтингов Поясни пожалуйста Я бы Начал с того Как обычно спрашивают Что нового-то у вас Ничего Новых лиц нет Опять те же самые фигуры Смею заверить Бизнесмен года И вторая номинация Лидеры малого и среднего бизнеса То есть развели по весовым категориям Да Чтобы в бизнесмене тяжеловесы Группники А в лидеры малого и среднего бизнеса Соответственно Десять новых фамилий Появились Которые в прошлые годы Ну просто не могли появиться Не могли Появиться Это чья идея Кто-то подсказал Или в редакции Все-таки Это совместное решение Вместе с читателями Вместе с редакцией У них наверняка предложения Были соответствующие Да Не мешать их Конечно Дальше У нас появились новые номинации Лидеры здравоохранения Согласитесь Не совсем справедливо Было бы Тех кто нас лечит Тех кто нам помогает Забывать Тем более В этой сфере Тоже много успешных Руководителей А там именно руководители Александр Либо это какие-то Благодательные пациенты Хирурги Там условно говоря Профессионалы своего дела Я пока всех секретов Раскрывать не буду Там есть как и Руководители Государственных Учреждений здравоохранения Больниц Поликлиник Так есть и Представители Частной медицины То есть вот именно так Сформулировано Лидер Лидер здравоохранения Не врач года Лидеры Лидеры здравоохранения Третья новая номинация Это лидеры Образования и науки Тоже у нас Не было Никогда Этой номинации Она впервые Соответственно В здравоохранении 10 новых фамилий Которые Не могли Оказаться В прошлые годы И в образовании и науке Тоже 10 новых фамилий Ну и в других номинациях Есть Новые имена Мы например Отказались еще От номинации Чиновник года Точнее не совсем правильно Сказать отказались Мы ее объединили Под номинацией Политик года В связи с чем Это было сделано Потому что Многие фамилии Дублировались Ну а собственно говоря Два года мог Бойти в политику Я как человек Отвечающий на эти вопросы На самом деле Очень сложно Разобраться Вот этот человек Он просто чиновник И не политик Да Этот вот политик Он не чиновник Вот это не разделялось У нас как бы Исторически сложилось Что эти вещи совместимы Сейчас Николай произнес фразу Я как отвечающий На эти вопросы Мы позже поясним Просто Или сейчас Сейчас просто Надо рассказать Как устроено Напомню Как проходило Голосование Голосование у нас Проходило в два этапа На первом этапе 20 экспертов Газеты бизнес-новости В Кирове Кто эти 20 экспертов Они составляли Расширенный Лонг-лист Номинантов В число этих 20 экспертов Входили владельцы Собственники Крупного бизнеса Представители общественности Главные редакторы Руководители СМИ А потом уже 180 экспертов Из этого Лонг-листа Выбирали Отмечали Фамилии Лидеров В разных номинациях На их взгляд Которые отличились В уходящем году Каждой в своей сфере Так, подождите Изначально Ну, то есть смотри Вот как бы Я как человек со второго этапа То есть я получаю Списки Да, Николай Вы один из 180 Да, я один Я говорю как бы Один из 180 То есть я получаю эти списки Там есть достаточно много фамилий Из которых Уже они распределены по номинациям? Они распределены по номинациям Мне уже удобно То есть я Сам понимаешь Очень трудно голову напрягать Вот в нужный момент Всегда кого не забываешь Здесь у тебя есть список Если ты не находишь Человек, которого хотел бы Отменить в списке Там есть такой еще квадратик Написано Введите своего То есть я могу дополнить его Свой вариант ответа Своим вариантом ответа Вот И соответственно Я выбираю там Из этого большого довольно списка По-моему 6, да? Ну, если говорить Что 11 номинаций В каждом среднем Наверное Было по 20-30 кандидатов Довольно длинные списки Да Довольно длинные списки Есть кого на самом деле выбрать И там выбирают Около 300 номинантов Да Порядка вот 6 фамилии Отмечают галочки Все знакомые Ну, большинство знакомых Работа у нас такая Мы как бы их знаем все равно Так, а номинантов-то Кто накидывал все-таки? На первом этапе На первом этапе, да 20 экспертов 20 экспертов Уважаемые каждый в своей сфере Люди Владельцы бизнеса Собственники бизнеса Руководители крупных предприятий Редакторы СМИ Представители общественности Вот так Ну, то есть Без ограничений можно было Накидывать вариантов Да Вот сколько придумают Сколько всплывут в голове Кто-то придумал По 2-3 фамилии Кто-то придумал По 20 фамилий Кто-то более серьезно подошел К этому вопросу Более ответственно Спасибо, кстати И хочется сказать Всем нашим Двухстам экспертам Нашим друзьям Читателям и партнерам Потому что без их помощи Я считаю У нас, наверное Итоговый рейтинг бы не был Таким Смей надеяться На твой главредовский взгляд Адекватно все-таки Предлагали людей Никто не шутил Из экспертов Ну, явно там Какие-то, может быть На твой взгляд Опять же говорю Под вопросом Мол, ты бы не включил Не предложил бы этого человека Потому что Ну, наверное Были такие фамилии В которых бы я сомневался Но мы ни одной фамилии Не вычеркивали То есть всех, кого вписали Они все были вписаны И всех их 180 экспертов видели И могли За них Могли еще и сами добавить Кого-нибудь И сами добавить В этом плане ограничений нет Так Оценка, собственно Претендентов Система оценки Но кто на первое место Кто на второе Кто на третье И так далее Там сколько раз уж упомянули Так, видимо Кто сколько проголосовал По количеству голосов По количеству голосов По количеству голосов По каждой фамилии Да Есть сферы, где Естественно Большой отрыв лидеров Да, там первой тройки Не буду говорить какие А есть где Борьба шла Как говорится Спина Спину Ноздряв Ноздрю Разница Буквально там Несколько голосов Там 3, 5, 10 Не получилось сразу что Два человека на одном месте Нет Нет В какой-то из прошлых лет Рейтингах были Что на одной позиции Было одинаковое количество голосов Победителей в десятке В этом году По-моему нет Саша, ведь публиковать Будет не только победители А всю десятку Десятку лидеров Публиковаться будет По каждой номинации Да С первого по десятые места Одиннадцать номинаций Давайте еще их перечислим Но только после небольшой паузы Нам надо прерваться Рейтинг Люди Года От газеты Бизнес Новости В Кирове Уже восьмой по счету Вот-вот появится Сейчас скажем Когда все-таки Можно будет уже ознакомиться Читатели Поклонники газеты Совсем скоро? Да, проект уже Практически на выходе Практически готов к печати И свежий номер Газеты Бизнес Новости В это воскресенье Уже 17 декабря Ищите Смотрите Читайте Листайте Где можно взять газету Будет ее взять Можно на стойках В ресторанах Кафе Банках В офисах В административных зданиях В мэрии города В администрации правительства Кировской области Ну и конечно У нас в редакции На московской 40 На стоечке Можно зайти внизу Собственно Мне понравилось Начал все-таки перечить Газета не продается На стойках в ресторанах Мне это очень понравилось Так первый был пункт Вот Просто обеденное время Видимо Да Почему Красивый рейтинг Красивый рейтинг Да обычно красивый Отдельным приложением Как обычно будет Да Вкладка Глянцевая Она глянцевая В последние годы Все всерьез Глянцевый рейтинг Глянцевые Глянцевые здания Там что-то еще новое Помимо того О чем мы говорили Да Еще об одном новшестве В этом году В рейтинге Я не сказал Мы разделили в этом году Номинацию Юрист года на две Это законный порядок И защита и право Законный порядок Это силовики Руководители Правоохранительных органов Судьи А защита и право Это частно практикующие Юристы Адвокаты Потому что согласитесь Несколько тоже было Сложно конкурировать Например Начальнику Какого-то Какого-то Ведомства Государственного Силового Силового С частно практикующим Например нотариусом Как их сопоставить Ну да Так давайте все-таки Все номинации Это 11 перечислим Да Мы только новые назвали 11 номинаций В этом году Политик года Бизнесмен года Лидеры малого И среднего бизнеса Промышленник года У руководителей Промышленных предприятий Строитель года Финансист года Закон и порядок И защита и право Лидеры здравоохранения Лидеры образования и науки И общественный деятель года Все перечисляли Все получаются 11 Я загибал Вот ровно 10 И потом Одного пальца Я поймал себя на мысли Что буквально Как кажется Совсем недавно Мы здесь сидели И обсуждали Предыдущий рейтинг 2016 Для примера Надо кстати было Взять Рейтинг года От бизнес новостей 2016 года Чтобы вспомнить Кто же там Кто же там победил Я думаю Когда появится Вот это вот Глянцевое приложение То очень многие люди Возьмут Предыдущий рейтинг И этот И начнут сравнивать Смотреть Динамику Ну жизнь стоит на месте Все меняется Меняются Лидеры в каждой Сфер Были ли попытки Повлиять На голосование На расстановку Нет Людей Никаких таких попыток Не было замечено Не было Не было ли желающих Проголосовать чуть больше От своего имени Чем Положено Дело в том Что у нас рассылка адресная Мы рассылаем Конкретным Экспертам И предупреждаем Что просьба Ссылка только для вас Личная Для голосования Никому не рассылать Поэтому люди Понимающие Относятся Премия Вернее рейтинг Не предполагает Какого-то торжественного Мероприятия Или в этом году Что-то такое Придумаете Нет Торжественная Обстановка То есть ничего Не вручаете лидерам Само торжество Почему Мы Вручаем Мы их поздравляем Мы их отмечаем Приходим в гости Говорим Красивые слова Посещаете С доставкой на дом Конечно Я помню В прошлом году Мы говорили Какой отклик Потом получает Этот рейтинг Давайте напомним Что Так очень Пристально Наблюдают За этим рейтингом И придают Ему большое значение Те люди Которые в него попадают Да все верно Безусловно Перестиж рейтинга Достаточно высок На протяжении Люди Обсуждают Долго обсуждают Кто попал Кто не попал Поздравляют Друг друга Наверное кому-то Кто-то и завидует Ну как-то вот так Все-таки корректно Комментируется Все это Или переходят На личности Достается вам Поди за то Что вы не объективны Или еще что-нибудь В таком духе Ну это наверное У каждого Так сказать У каждого Рейтинга Могут быть Свои Какие-то Недоброжелатели Или Неверующие Но Ну что на зеркало Пенять На самом деле Вот Наконец-то У меня прогрузился Рейтинг Люди Года 2016 От бизнес-новостей В Кирове Вспомним Кто год назад Ну давайте Хотя бы Володь Первых Заняли Лидирующие Бизнесмен Года Константин Гозман Промышленник Года Геннадий Мамаев Лепси Далее Строитель Года Миронов Алексей Киров Спецмонтаж Да Все верно Финансист Года Илья Прозоров Далее Юристом Года Устюжанинов Стал Владимир Второй арбитражный Суд И Общественником Общественным Деятелем Года В прошлом году Стал Антон Касанов Пешком по ветке А что ты как-то Чиновника не упомянул Чиновника Я что-то не А он был В прошлом году Чиновник Должны были быть Чиновник года Политик года Чиновник года Что-то я пока не дошел Нет Не вижу все-таки Вот молодой предприниматель И все Ну может быть не прогрузилось Просто у меня Да на сайте-то все равно Рейтинг появится Традиционно Он появится на сайте Банкеров.ру Да Но он сначала в бумажном варианте Все-таки появляется Да В это воскресенье 17 декабря Уже Выйдет свет Можно будет его взять Посмотреть Почитать Найти может быть Даже там В себя Мы сейчас Прервемся на рекламу Уже Хоть и чуть пораньше Это сделаем Но все-таки Благодарим Александра Грислиса Главного редактора Газеты бизнес-новостей В Кирове Спасибо, что позвали За презентацию Ну и надо, наверное, помнить Что в это воскресенье Газета выйдет И ее уже можно будет Посмотреть Оценить, так сказать Высказать свое мнение Каким-то образом Ну и поздравить тех Кто там занял Лидирующие позиции Ну и я думаю Что на следующей неделе Мы хотя бы несколько минут На нашем эфире уделим Обозначим, собственно Огласим список Пока мы эту тайну Не раскрываем Кто занял лидирующие позиции В рейтинге Люди Года Приглашайте, обсудим Спасибо, спасибо Сейчас у нас реклама Скоро продолжим Продолжается программа Дневной разворот С Николой Голиков Владимир Сметанин Сегодня хороший повод Задуматься о соблюдении законов В Российской Федерации Сегодня, повторюсь 24-я годовщина С дня принятия Конституции России Было это в 93-м году Мы будем чуть позже Связываться с юристом Яном Чемботаревым Но все-таки Давайте прямо в эфире Сегодня озвучим Какие-то ключевые вещи Для меня Наверное Самым важным В нашей Конституции Кстати, есть в интернете Сайт На нем вывешена Наша Конституция Constitution.ru Вот только наша Конституция Для меня Самым важным Считаю я Главу вторую Как называется, Анна Николаевна? Как же я тебе скажу? У тебя есть гаджета? У меня нет? Я-то смотрю Права и свободы Человека и гражданина Называется В принципе Практически все люди Когда открывают Конституцию Они первым делом Мне кажется Интересуются Своими правами и свободами Далее Все равны перед законом И судом Вот Статья 19 Конституции Которая Последнее время Так горячо обсуждается А все ли равны Действительно Перед законом И судом? В таких случаях В таких случаях Обычно цитируется Все-таки Что все Конечно равны Но некоторые Равнее других Вот И к сожалению Как мне кажется Все-таки к сожалению Потому что Это бросает тень Немножко На нашу правовую систему Зачастую Мы просто видим Очевидно Что далеко Не все люди равны Перед законом И даже По тем мерам Судебные решения Тоже Судебные решения Вызывают Объединенные сомнения И комментарии И в связи с тем Что довольно большой Массив Накапливается Такого рода решений Что уже Можно просто делать Статистический вывод Что далеко не все У нас равны Перед законом К сожалению Равенство Прав и свобод Человека и гражданина Вне зависимости от пола Расы Национальности И так далее Декларирует у нас Конституция Мужчины и женщины Имеют равные Права и свободы И равные возможности Для их реализации Ну тоже тут Под сомнение Как-то ставится Ну если бы Это не было под сомнением То так бы активно Эта тема не обсуждалась По поводу вот именно Гендерных различий Хотя вот ты Начал разговор с того Что у нас Конституция одна Из самых демократичных Понимаешь Дело в том Что Конституция советская Сталинская Которая 5 декабря Отмечался день Конституции До следующей Она ведь была Если ее прочитать Тоже одна Тоже неплоха Очень одна Из самых демократичных В мире Там за исключением Может быть Знаменитой пятой статьи Там про партию Да нашу любимую Вот все остальное Было совершенно великолепно Нам все гарантировалось Вот Опять же я к тому веду Что Конституция Это все-таки Вот в этой стране Где мы живем Это не закон прямого действия Это некая декларация К сожалению всего лишь Ну я не говорю про Я же успел отмечать Много дней Конституции Еще 7 октября В день Конституции тоже Да-да-да Мало кто помнит сейчас Каждый имеет право на жизнь Говорится о нашей Конституции Но кто бы сомневался Дальше про смертную казнь В исключительных случаях Речь идет Статья 21 Достоинство личности Охраняется государством Ни что не может быть основанием Для его умоления Никто не должен подвергать пыткам Насилию другому жестокому обращению Человеческое достоинство Каждый имеет право на свободу И личную неприкосновенность Говорится в 22 статье Основного закона нашей страны 23 статья Каждый имеет право на неприкосновенность Частной жизни Личную и семейную тайну Защиту своей чести И доброго имени Запоминайте 23 статья Каждый имеет право на тайну Переписки, телефонных переговоров Почтовых, телеграфных И других обращений Сбор, хранение, использование И распространение информации О частной жизни лица Без его согласия Не допускается Говорится в статье 24 Далее 25 Жилище неприкосновенно Никто не вправе проникать туда Против воли проживающих в нем лиц Статья 26 Каждый вправе определять И указывать свою национальную принадлежность Никто не может быть принужден К определению И указанию своей нацпринадлежности Каждый имеет право На пользование родным языком И на свободный выбор языка общения К статье 27 Каждый, кто законно находится На территории Российской Федерации Имеет право Свободно передвигаться Выбирать место Пребывания и жительства Говорится о том Что наша страна Единое пространство Хотя тут с этим сложности Конечно возникают Тоже Сложности именно в трактовке Потому что у нас С одной стороны страна единая С другой стороны федеративная 85 субъектов 85 субъектов И каждый субъект Пытается развиваться самостоятельно То есть как бы у нас Учитывается Как развивается какой субъект Вот начинаются такие вещи Типа там закрытие границ Для товаров Условно говоря И соседних регионов Это уже немножко Нарушает целостность страны Далее подобрался Уже к 29 статье Конституция Наверное Журналисты помнят О чем в ней идет Речь Каждому гарантируется Свобода мысли и слова Свобода мысли и слова Да, конечно Это гарантируется Опять же Конституцией Вчера я почитал доклад Насчет очередного доклада Мирового Да, вот Россия Насчет мысли и слова Немножко как всегда отстает В данном случае Речь шла в докладе О правах атеистов Которая как бы Наша страна попала В число стран Довольно сильно Нарушаются права атеистов Насчет свободы мысли То есть Чувство верующих можно? Нельзя Чувство верующих нельзя Нельзя Попрать Попрать А вот с атеистами Как-то у нас проще Обходятся Как выяснилось Хотя Ну там Атеистов-то у нас Достаточно много Достаточно много Ну то есть Сколько бы их ни было Понимаешь Даже если их будет Достаточно мало Как бы Они получаются так Что права на свою точку Не имеют Вот статью 29 Конституции Тут вспоминали Совсем недавно Новый регламент ГИБДД же вышел Мы тут общались Да как раз А можно ли сейчас Снимать сотрудника ГИБДД На видео Нельзя Потому что в регламенте Не говорится Вот недавно Руководитель МВД Колокольцев Сказал о том Что ну не забывайте Есть 29 статья Согласно которой Каждый имеет право Свободно искать Получать Передавать Производить И распространять Информацию Любым законным Способом Гарантируется Свобода массовой информации Цензура запрещается Ну давай мы Этот пункт Все таки пропустим Пропустим Уж очень он болезненный Я боюсь Что мы просто Не уложимся В оставшееся Для нас время Есть опыт Есть да К сожалению Печальный большой опыт Я предлагаю Нашему редактору Набирать уже Юриста Яныча Батарева Спросим его Как он оценивает Современное Состояние право Свобод человека Соблюдаются Или не соблюдаются Ну вот Я говорил да Уже В начале этого часа О том что По данным на Нет это данные За пятнадцатый год Но они Приводились В шестнадцатом Путин Владимир Владимирович Выступал По его словам Нарушение Прав и свобод Человека и гражданина В нашей стране Это шестьдесят процентов От всех нарушений закона Больше половины Масштабное нарушение Конституционных прав В 2015 году Прокуратура Установила Три с лишним миллиона Нарушений Прав и свобод И граждан Но кстати По словам Чайки Тут побольше Все таки уже Там пять миллионов Уже заходит Ну тут Понимаешь Как бы Дело в том Еще Как учитываются Эти нарушения Чем активнее Идет учет Тем больше Их становится Как только Стали предъявлять Требования По обязательной Регистрации Сообщения о преступлениях Преступления Стали больше Сам понимаешь То же самое И здесь Сам знаешь Как у нас Не так-то легко Зарегистрировать Сообщения О нарушении прав Могут просто сказать Что ну что Бог с тобой Парень Все у тебя нормально Все хорошо Иди домой Проспись Следующая статья Тоже Которая Часто Очень вспоминается В последнее время Граждане Российской Федерации Имеют право Собираться мирно Без оружия Проводить собрания Митинги Демонстрации Шествия И пикетирования Ну это Мне кажется Наименее Обеспеченная Как бы Другими законами Статья о Конституции Потому что Получается так Что практически Собраться невозможно Собраться невозможно Практически невозможно Собраться То есть По любому Какому-либо поводу Если ты подаешь Ну Уведомления Да То Вот Сколько я помню Последней практики Очень много Вещей Когда либо Предлагают провести Мероприятия Там где Ну на самом деле Никто никогда не увидит А смысл этих мероприятий То что Привлечение внимания Все таки Либо просто Затягивают сроки Рассмотрения И ты получаешь так Что тебе пора проводить И у тебя нет еще ответа Но много способов есть Одиночные пикеты Сейчас запрещены Одиночные пикеты Они вроде бы Они понимаешь Они вроде бы разрешены Никто их не запрещал Но понимаешь У нас сейчас Одиночные пикеты Начинают трактовать Как вот Ну вышли несколько человек С одиночными пикетами Да Но это как бы Вот их берут И суммируют Как будто Вот они вышли там В массовом порядке Как у нас Вот наш Любимый Артур Абашев По этому поводу Даже по-моему Срок получил Да Административный Административный Да Вот Хотя было все С соблюдением закона И пикеты были одиночные Далее Тридцать вторая статья Граждане нашей страны Имеют право участвовать В управлении делами государства Как непосредственно Так и через своих представителей Которые у нас называются Депутаты Понятно все Вот насчет депутатов Все понятно Насчет непосредственно Вот мне кажется Это очень большой вопрос То есть вот Форма непосредственного участия Как раз это Форма митингов Форма собрания Форма шествия Это непосредственная демократия У нас она очень сильно ограничена Вот Мы имеем с вами право Избирать и быть избранными В органы госвласти И органы местного самоуправления А также участвовать В референдуме Граждане имеют равный доступ К государственной службе И имеют право участвовать В отправлении правосудия Тридцать третья статья Граждане имеют право Обращаться лично А также направлять Индивидуальные и коллективные Обращения в государственные органы И органы местного самоуправления Тридцать четвертая Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной незапрещенной законом экономической деятельности. Здесь хорошая оговорка. Незапрещенным законом. Незапрещенным законом. А дальше уже законы начинают запрещать за видом деятельности один за другим, так сказать. И мы видим это на последних, может быть, примерно 30 лет. Сколько видов деятельности у нас уже исчезло из числа разрешенных. Пункт 2 статьи 34. Не допускает создание монополий. Монополий у нас и недобросовестной конкуренции. Ну, с недобросовестной конкуренцией у нас доблестно бьются органы, конечно, федеральной антимонопольной службы, но монополии-то у нас существуют. Куда деваться, они есть у нас. Да. Мы связались, да, уже с юристом Яном Чемотаревым. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день, Володя. Добрый день, Николай. Да, мы с Николаем занимаемся тем, что мы в прямом эфире, вот так на весь город, зачитываем Конституцию Российской Федерации. Главу 2. Права и свободы человека-гражданина. Хорошим делом занимаемся, хорошим делом. На самом деле хорошим делом, надо чаще это делать. Вы как специалист в сфере права, как оценивать современное состояние в России, ситуации с соблюдением наших прав, свобод, их ограничения. Вот недавно мы приводили статистику Генеральной прокуратуры, вернее, президент об этом сказал. У нас 60% всех нарушений законов в стране, это статистика за 2015 год, это как раз-таки нарушение основных конституционных прав. Печально все? Очень тяжелый вопрос вы ставите на самом деле. Безусловно, безусловно, очень часто нарушаются права граждан на получение информации. Безусловно, ограничиваются, нарушаются регулярно права на свободу выражения собственного мнения. Безусловно, очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда ограничивается право на свободу средств массовой информации. К сожалению, лично у меня был не один процесс, когда судились и с газетами, и с радиостанциями, и с журналистами. Очень часто, к сожалению, такие нарушения имеют место быть, да. Ну, тенденции к улучшению ситуации, вам заметно или об этом как-то рано говорить? Не наблюдаю. Наоборот, по-моему, ситуация усугубляется тем, что сейчас у нас очередной, по-моему, виток закручивания гаек. Это и достаточно громкие дела в отношении чиновников всех уровней, и в отношении людей. Искусство, если вы понимаете, о чем я говорю. Конечно, да. Не предвижу я какого-то улучшения ситуации. Если посмотреть даже на статистику работы Европейского суда по правам человека, тогда же уже, простите, в бюджет Российской Федерации заложено в два раза больше компенсаций для граждан, которые обращаются в ЕСПЧ на 2018 год, чем было в 2016, например. Россия, насколько известно, она одна из лидеров государств по количеству обращений. Здесь, как бы, немножко, мне кажется, Ян говорит о другом, о том, что понятно, что Россия большая страна и много обращений, но то, что растет число удовлетворенных исков, да, то есть, получается, суммы компенсаций растут. А они ведь обязательны для исполнения, потому что наша страна участница. Вот это, кстати, да, тоже подчеркивает несовершенство нашей, скажем так, судебной системы. Ну вот здесь, господа, вы затрагиваете еще очень важную, на мой взгляд, проблему. В настоящий момент Европейский суд по правам человека, к сожалению, является той инстанцией, где очень многое количество россиян рассчитывает найти какую-то правду. Российская Федерация в последнее время демонстрирует, в частности, в деле того же Навального, в деле Пичугина, то, что постепенно-постепенно мы отказываемся от продекларированного даже в Конституции принципа верховенства международных норм над правом России. Сейчас Конституционный суд Российской Федерации фактически сделал в вариативном исполнении решений Европейского суда по правам человека. То есть, в каждом конкретном случае Россия может отказаться исполнять такое решение, и это, безусловно, прискорбно. И ничего нам за это не будет на международной арене? Нам только могут ай-яй-яй сказать? Это вопрос уже большой политики. Безусловно, если Россия не будет исполнять положение Римской конвенции, если мы выйдем из-под юрисдикции Европейского суда и откажемся исполнять его решение, ну, Россию могут исключить из Совета Европы, но на жизни-то рядовых граждан это скажется исключительно лишь, только отрицательно то, что граждане лишатся той возможности обратиться в этот же Европейский суд по правам человека. — То есть, как бы лучше тебе, получается, не станет никому? — Нет. — Ян Евгеньевич, пожалуйста, еще объясните, когда человек, например, ссылается на статью, статьи Конституции, общаясь с правоохранителями в судах и так далее, ну, вот та же 51-я статья, да, не буду, то есть имею право не свидетельствовать против себя и своих родственников. Это работает? Это аргумент в настоящее время? — Ну, вот как раз 51-я статья, наверное, одна из немногих, которые все еще работают. — Имеет вес, да? — Ну, пока во всяком случае. Какие-то нормы Конституции, безусловно, исполняются, какие-то носят исключительно декларативный характер. — Простите, пожалуйста, но вот та же пресловутая 51-я статья. Ну, хорошо, человек отказался давать показания, опасаясь сказать что-то лишнее, что может быть использовано против него. Но ведь эта же норма, она напрямую связана с правом на справедливый суд, например, на независимость суда, на непредвзятость суда. Тут ведь вопрос, как вот этот отказ от дачи показаний будет в итоге оценен судом, например, тем же, как лучшим органом, который выносит обязательные решения для исполнения. И вот тут некоторые проблемы у нас имеют место быть. — То есть некая несостыковка все-таки. — Нет, ну здесь не то, что несостыковка. Просто человек использует свое конституционное право, да, но суд это расценивает как некий умысел с его стороны, да? — Как фактическое признание вины. — Да, да, да. То есть если ты не виноват, то рассказывай. А если виноват, то что тебе скрывать, да? И получается так, что ты уже этой презумпцией невиновности лишаешься, только воспользуешься этой вот самой 51-й статьей. Я с этим сталкивался. — Вот как. — Ну что, как-то невеселый какой-то разговор-то у нас получается, Елена Евгеньевич, что нарушение... — Теперь и Нового года особенно. — Да, для Нового года все-таки накануне Нового года. — Вот и еще, Ян, такой вопрос. Сейчас очень активно обсуждают тему о том, что конституцию надо менять. Вот здесь менять, там поменять, тут поменять. Вот знаете, вот от смены вот этих норм каких-то что-то, как вы думаете, изменится? — Нет, ничего не поменяется. — Последний раз, если я не ошибаюсь, мы конституцию меняли, когда включали Севастополь и Крым. — Да, в состав Российской Федерации. — Ну это немножко другие. — Это другие вопросы, да. — Ну это как раз вот то самое изменение конституции, от которого граждане Российской Федерации, по-моему, получили больше проблем, чем плюсов. — Ну это уже, это не из-за того, что имелась конституция, а из-за того, что, собственно... — Умеем в виду социально-экономические, собственно, ухудшились из-за того, что побольше страна-то стало. — Господа, у нас самая демократическая конституция была во времена Иосифа Виссарионовича Сталина, и это правда. Любой желающий в интернете может открыть, посмотреть конституции СССР 22-го годов... — 36-го года, да. — Да-да-да-да, и увидеть, что там декларировалось все чудесно. Другой вопрос, как это работает на практике. — Ну как-то была же надежда все-таки, что когда в 93-м году принимали новую конституцию, что это будет не декларация, а именно такой закон прямого действия. Ну вот так, видите, опять не получилось. — Какое-то время у конституции была законом прямого действия, и как-то так получилось, что где-то с начала 2000-х годов ссылаться на нормы конституции стало дурным тоном. — Ну в суде просто улыбаются, когда конституцию цитируешь. Потому что там есть куча подзаконных актов, которые как бы все равно будут приниматься во внимание в первую очередь. — Безусловно. — Спасибо большое, спасибо, Ян Чеботарев, юрист. Хорошего дня, Ян Евгеньевич. Вот вспомнили и прокомментировали подробно положение главы второй Конституции Российской Федерации. Называется еще раз... Почитайте действительно на суде. Периодически стоит, наверное, возвращаться к тому, что написано в Конституции. — Да, может быть, и в эфире надо читать просто, чтобы люди вспоминали, что это... — Право и свободы человека и гражданина. — Спасибо. Завершается на этом программа «Дневной разворот». Николай Голиков. — И Владимир Сметанин. — Всего доброго. Через 20 минут особое мнение Азиза Агаева. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова